Ой, как я сегодня, люди, испугалась. Это просто кошмар, что со мной были, какие сегодня со мной были приключения. Я с утра поехала в Канет-де-Мар. Ничего не подозревая, ничего даже не планирую. Забыла опять дома карточку эту с деньгами. Я не знаю, что же мне надо. Записки, видимо, везде писать. В общем, сегодня же понедельник, и у меня эта карточка, ну вот эта, две деньги. Она у меня осталась в другой сумке. Я ее не переложила, забыла. И, в общем, представляете, я, значит, работаю. Работаю, мне приходит аларма, ну тревога. Типа, что все, Канет-де-Мар, сейчас накроют дождем, там все, прячьтесь кто куда. В течение двух часов было написано всем спрятаться. Ой, я так испугалась, все поборсала, быстро работу закончила, помчалась. Ну, я быстро-быстро там это, слава богу, уже почти закончила, все поборсала, все, так и думаю, ладно, завтра доделаю. Выскочила, побежала до станции, подхожу, аж у меня сердце замерло. Смотрю, там написано, что все, все отменены, тройны, ничего нигде. И я суюсь и вспоминаю, что у меня еще и денег с собой, ни карточки нет, ни денег. Вот ворона, представляете? Вы посмотрите, как у нас пусто, никого нет. Это потому, что всех домой загнали. Я пошла продуктов каких-нибудь купить. Видите, всех домой. Видите, как опусто все дома сидят. Хотя у нас ничего нету, солнышко, смотрите. Ничего вообще нету. Сейчас я пойду в магазин и куплю что-нибудь там. Корм кошкам надо купить. Мало ли. Что-то сказали в течение 14 часов дома сидеть. Ну, не знаю, мы тут на фаналсе, как бы на возвышенности сидим. Да и вообще вон солнце, я даже вообще не понимаю. Я не понимаю, зачем отменять тройны? Ну, почему? Никакого же дождя еще пока нет. Слушайте, там на станции столько народу скопилось. Бедолаги, как они все сейчас поедут, вообще непонятно. Да вообще, ну, мне кажется, что как бы они должны отменить. Они, наверное, знаете, ждут, наверное, как бы, чтобы всех накопить, чтобы одним тройным всех увезти. Но мне, слава богу, приехал этот коллега у Лехи. Меня это быстренько довез до дома. А, еще у меня сегодня была, в общем, у донтиста. Мне тут зуб-то болел. Мне надо было к донтисту сходить, сделать панорамную съемку. Ну, чтобы понять там, надо этот зуб удалять или нет. И я уже оделась, нарядилась. Ну, видите, оделась, нарядилась. Вот. И раз мне звонок оттуда, с поликлиники, говорят, сегодня, типа, объявлена тревога, и это все, ну, больница закрыта. Ну, видите, на площадке никого нет. Школа сегодня отменилась. И Леончик дома с мамой сидит. Ну, то есть, и у нее, слава богу. Ну, вообще-то, Леончик заболел. Заболела, и они как бы... Ну, слава богу, сейчас получается, что и, наверное, школа отменилась. И то есть, это Настя не пропустит. Не пропустит сегодня уроки. Ой, смотрите, веточку. А то он что-то веточку хотел отодрать. Это вот, смотрите, вот это голуби. Они это не жрут вон что-то. Это, знаете, это лесные голуби. Это не эти, не домашние, как сказать. Не городские. Это у них такой утробный. Они воркуют так утробно. Так, о-о-о, как-то вот так. Совсем по-другому, как голуби. И вот, смотрите, вообще никого на площадке нет. Всех домой изогнали. Пришло оповещение. Я что-то не понимаю, что это после драки пулаками машут, что ли, теперь. Что уж теперь, на каждый дождик, что ли, будут теперь оповещения? Ой, что было у нас вчера. Показали. Рейна, ну, королева с королем. Приехали туда, в город, посмотреть, что там делается. Ой, их грязью обкидали, камнями обкидали, машину расхерачили. Я же вам говорила, если испанцам что-то не понравится, если что-то они им по хрену, они и Педро Санчеса куда-то загнали, он вообще убежал, у него всю машину расхерачили. И все, они теперь вышли в Мадриде на забастовку. Там люди начали это, собрались все писать коллективно, их посадить, чтобы в тюрьму. Заявление на них прокуратуру, видимо, решили писать. Ну, потому что, знаете, все тоже, на самом деле, так странно. Ну, ладно, оповещение там не все услышали. Ну, извините, четыре дня прошло, и они только на четвертый день туда отправили технику. Это что, нормальное? Олег, вообще, это что такое? Это же мы тоже все конкретно не поняли, что это такое. Ну, в общем, сейчас увидите этого. Педро Санчеса сейчас скинут. Увидеть, сейчас они, они сейчас на него коллективно начали писать в суд. Потом они сейчас заставят его переизбраться, потому что у нас свобода слова. Вот что значит демократия и что значит свобода слова. Вот они же вышли, они нисколько не побоялись. Ведь там охрана стояла, ведь там полицейские стояли. Они взяли, закидали короля с королевой грязью. Так, вот смотрите, что набрала на 42 евро. Видите, на 42 евро. Ну, вы смотрите, тут это по 3,48. Это 4. Это Леша у меня любит эти грудинки и у корочки. Почти 5 евро. 4,84. Это 3,40. Это 2,20. Это 2 с чем-то тоже. Хлеб 65 сентимов. Это евро 99. Запомнила наизусть. Это тоже евро 99. Это евро с чем-то. Макароны купила. Масса паста. А не евро 59. Не евро 50. Это дешевле. Смотрите, евро 59. У нас всех домой загнали. Опять пришло сообщение, что ухудшение у нас планируется. в общем, эти метеорологи говорят, что в нашем краю, вот здесь у нас, через 14 часов типа к нам придет, чтобы мы дома сидели и носа не высовывали. Так, это по 3,05. Вот это. Видите, я набрала. Семечки евро. А вот хлеб 67. А это 2,20. Вот я, смотрите, нато у нас называется взбитые сливки. Здесь вообще я не знаю вкусное мороженое. Там меня учили, надо смотреть, это химозина это или нет. Сейчас сбоку надо смотреть, что это химозина нет. Тут вот оно. Посмотрю. Есть ли это химозина у нас написано, никто ничего не скрывает никогда. У нас вот иногда бывает как бы тут такая шкала по полезности. Но тут почему-то нет. Обычно. Так, а, смотрите, тут дискуэнто со скидкой евро 39, обычно евро 99. Так, паста Фина. Так, мне вот нравятся такие макароны вкусные, любые пасты Фина. Где же она? Не вижу где-то паста. Блин. Ну, еще недорогие, в общем-то оно стоит. Так, это я палку еще купила эту. Сломалась у меня. Тащил эту палку. Ладно, сейчас показать. Не нашла евро с чем-то. Черт, он будет сколько стоит евро. А вот евро 38. Вот смотрите, и еще 4-4-84. Это вот кошкина. Блин, я все на нее уже подсела. Я уже покупала тут один раз в магазинах не было обыкновенный песок. Через три дня такая вонь уже. А это вообще 10 дней. Вот у нас две кошки. 10 дней она уже вся мокрая, но запаха вообще нет. Вообще запаха нет. Это я купила там, что-то туалетного бумагу хватает. Ну, я взяла. Ну, у нас, потому что он человеке. Евро чем-то стоит. Папель гигиеника. Евро 89. Ну, мне кажется, это на 42. Почти на 43 евро. Но я еще там свою ту торфету, ну, дисконтную карточку. В прошлый раз я покупала, у меня 7 евро вычли. Вот сейчас я больше 40 набрала. Сейчас мне опять придет бумажка, что 7 евро мне дисконт делают. Ну, в общем, так. Нормально? Все. Через 14 часов, сказали, прилетит к нам. В общем, там в Барселоне уже метро затопило, паркинг затопило, вода уже там. Это где-то еще какое-то место. Люббригад, что ли, как это называется. Ну, это тоже там около Барселоны. Уже все плавают машины. К нам сказали, через 14 часов придет. Не знаю, что придет. Смотрите, у меня уже тут... Ой, уже рассвело. Ой, какая же красота. Какая красота. Тут вот, не знаю, какого цвета будет. Ну, там-то розовые. Я их, кстати, подкормила. Большое спасибо. Мне один мужчина написал, я, извините, не запомнила, написал, что надо полить это с сахаром. И тут тоже тиктоки смотрела, и тоже там сказали, когда начинают цвести, обязательно на литр воды, на литр воды чайная ложка сахара размешать и полить. Вот. И смотрите, я даже вот их полила, и вот они зелененькие. Видите, пошли. Это вот у меня цветет. Фу. Тут уж отцвело. Но там пимпочки вышли. Видите, вот они. Вот у меня уж там пимпочки есть. Вот они, новые. Ну, что-то брезло. Так. Это у меня не новенькие, но тоже пимпочки есть. Видите? Но они новенькие у меня еще посажены. Это вот тоже есть уже. Видите. Декабрист. Ой, ну ладно, Муся, ладно. Как без тебя-то тут? Только не съешь ты мне розу, а? Вот, смотрите, полила я. Ну, какое-то, конечно, оно. Я не знаю, что они такое делают. Я и пробовала и пересаживать, и землю менять. Я не знаю, оно дохнет. Я не знаю. Что они там такое делают, чтобы оно второй раз снецовало. А вот у меня вот такая роза. ее тоже с сахаром. Сказали, что все цветы, вот когда начинают цвести, можно вот так все цветы полить. Не обязательно только эти. Ой, декабристы. Так. Эту штуку мы выкинули, она вся заржавела. Вон, видите, она мне там надо убрать. Я только что пришла домой еще это убрать. Убираешь какушки вот эти. Вообще никакого запаха нет. Вообще абсолютно нет запаха. Тут у меня вот я повыдирала там. В общем, тут сбоку и китовички сели, я их нахер взяла и все пообломалась. Ну вот, не знаю. Кстати, я тоже полила их с сахаром. И смотрите, мне кажется, они подросли. Смотрите-ка, мне кажется, они начали расти. Хотя вот я их обыкновенным поливала тоже этим удобрением. Вот это вот я красную посадила. Ну вот такую сюда воткнула. Не знаю, приживется или не приживется. Та тоже красная. Не знаю, приживется или нет. Ну, вроде, мне кажется, они получше стали. И вон, видите, это и там вот. Ну, она вот, в принципе, розовая тоже красивая, но что-то вот она как-то херово цветет. Мало очень. Мне это не нравится. Сейчас надо вот какушки только убрать и все. И все. Муся, не знаю, ничего не похоже, что как ужас какой-то на нас надвигается. Ничего не похоже. Вон, солнышко, птички пчерекают. Довольные все. Вон, летают. Вообще-то они низко летают. ведь? Вообще-то стрижи низко летают. Я такое, я удода видела. Такую красивую, красивую птицу. Сюда вот прилетала, там сидел удод. Вот у него такой гребешочек красивые. Они такие полцательненькие. И красная у них это на голове красная такое. Не знаю. Вот. Ну, в общем, там все уже, барселонцу затопило. типа к нам идет. Через 14 часов к нам придет. Ужас. Ну, ладно, мы высоко. Мы высоко. Сыта. Ну, люди все перепуганы, конечно. Все перепуганы. Все побежали в магазины, все воду набирают, туалетную бумагу набирают, все набирают. Блин, полные это машины бегут с тележками. Некоторые я заметила, что вот это украинцы так называют тележку Кравчучка. А я не знаю, как названо на русском языке. Вот. Такая тележка. Я заметила в магазине, что все люди были с такими тележками. Ну, побежали. Они, видимо, даже боятся в машину сейчас садиться. Они даже, смотрите, пешкодралом прибежали. До такой степени даже в машину боятся садиться. Ну, вот. Я еще раз скажу, что все это, произошло мгновенно. Вот они вот сейчас вот все дают интервью, и они сказали, что эта вода хлынула. Ну, это буквально, говорит, она затапливала за пять минут. Ну, невозможно было вот это предвидеть такое. Ну, никто не мог такое предвидеть. Но, почему так поздно туда помощь отправили? Кстати, вот то, что они короля с королевой грязью закидали, я это считаю, я против этого. Ну, я понимаю, что они, конечно, как власть, но отвечает Педро Санчес и мэр, вот они должны были Педро Санчеса и мэра грязью закидать. А причем король, они приехали с гуманитаркой, целый фургон и за ним ехали, король, с королевой ехали, гуманитарку привезли все, что надо там, и продукты, и воду. Они везли это, и Педро Санчес, и еще это, вот, меня, знаете, этот мужик, который меня сюда привез, этот коллега, каталанец, он, знаете, мне, что сказал, говорит, какой, говорит, этот Педро Санчес бессовестный, говорит, вперед себя, говорит, толкнул женщину, ну, типа, райну, ну, королевну, и когда их стали обкидывать грязью, он, блин, быстренько с мэром свалили, убежали, их же там, а я еще такая думаю, а что это один только король и королева, а где, думаю, этот сам Педро Санчес, эта гнида, а потом мне этот рассказ, так он, говорит, как увидел, что они, ну, ревящая толпа там готова разодрать, а он, говорит, повернулся и убежал, так они, знаете, у него всю, всю машину расхерачили, всю машину разбили камнями, все, вот я еще раз говорю, что здесь свобода слова, здесь люди, если им что не нравится, они выйдут на хрен, и короля грязью закидают, ему похрену, вот, и там еще показывали, сегодня люди пишут, это заявление на них, хотят подать, за то, что они считают, что люди вообще погибли, ну, типа, их можно было спасти, ну, хотя, я думаю, как бы их можно было спасти, знаете, люди все в основном утонули в машинах, спаслись те, которые пешкодралом ходят, вот те спаслись, ну, нет, 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 и они тоже не спаслись, спаслись те, кто были вверху, и дома, у которых не рухнули, вот только те спаслись, а те, которые шли пешкодралом, их тоже смыло, там такое страшное видео было, там женщину несло, она кричала, и, ну, там показывали, что они с это, с балконов кидали простыни, и одну женщину так спасли, они как бы простыни кидали, вот на всякий случай, я вам говорю, если вот такое происходит, надо, надо либо веревку кидать, если человек тонет, или, ну, какой-то такой ремень, или что у вас под рукой есть, они простыни, и одну женщину, они так, она зацепила за простынь, они ее вытянули, это, боже, ну, это страшно, на стихии, это страшно, вообще, это, это самое страшное, мне кажется, что вот эта вода, вода, это самое страшное, у меня вот до сих пор впечатление, когда вот я смотрела фильм цунами, боже, я первое время, когда здесь жила, у Леши стала жить, ой, я все боялась, думала, что цунами, цунами прилетит, это, думаю, вот живем, блин, цунами как прилетит, не знаю, ну, вроде, смотрите, там никого нет, и море такое спокойное, так перед цунами тоже все было спокойно, и солнышко светило, так что вот, ну, ладно, будем дома сидеть, еду набрали, полетную бумагу набрали, вода у нас есть, с родником ее навезли, но можно еще, я думаю, сейчас, может быть, сейчас еще пустые бутылки налью воду, на всякий случай, надо еще во все эти налить, сейчас сюда везде воду налью, сюда, ну, мало ли, ну, не знаю, ну, ладно, до свидания, а еще все, вам забываю сказать, что вот сейчас же у нас сырость, вот эта штука, она гудит, да, она гудит, она гудит, конечно, видите, как она гудит, вот это минус только, а остальное, за 20-30 минут, там такое есть, это, ну, как бы, есть, ну, куда вода садится, в общем, в общем, 20-30 минут, полная эта емкость, набирается воды, то есть, мы вообще сейчас не страдаем, у нас ни плесени нет, ничего вообще, у меня тогда тут весь угол был в плесени, помните, ну, тут, конечно, нам уже ремонт надо делать, там пыль, но не плесень, вот мы еще, потому что это, не доделали ремонт пока, пока средства собираем, что-то по ремонту делать, мы хотим тут все в белый цвет покрасить, все в белый цвет, все надо будет снимать, шторы, это вообще, штору думала купить, в России, такие, это вот из России я привезла эту штуру, ну, и все, придется, значит, да говорят, где-то здесь, я заходила в магазин, мне не понравился магазин, со шторами, там, не знаю, мне не нравится, это поломанная, мне все время пишут, что она у тебя поломана, потому что они туда воду пьют, они ниоткуда больше не пьют, вот только оттуда, поэтому я ее не выкидываю, так надо было туда тоже воды долить, и пойду я сейчас вы все эти плошки, все эти пластиковые, на всякий случай налью воду, вяжем на землю, чтобы начинать.